В столице Заполярье возобновили реконструкцию драматического театра. Строители возводят новый бытовой корпус, а в старом здании снимают двери, разбирают полы и потолки. Изменится ли в итоге исторический облик театра и когда на самой большой в регионе сцене дадут первый спектакль, расскажет Максим Галямин. Реконструкцию театра драмы планировали завершить к столетию Мурманска, но так случилось, что одно из самых красивых исторических зданий в центре города осталось без необходимого финансирования. Областные власти рассчитывали на поддержку Федерального министерства культуры, но в Москве посетовали на кризис. Так драмтеатр превратился в долгострой, обнесенный забором, который лишь частично скрывал трагический вид пустых окон. В рамках празднования столетия Мурманска нам это финансирование получить не удалось. Но мы не могли оставить объект в таком состоянии. Мы приняли решение его реконструировать за счет средств областного бюджета. Но надежды на получение федерального финансирования мы не оставляем. Мы делаем все необходимое для того, чтобы это финансирование получить. Все изменилось весной в региональном правительстве. Нашли необходимые для проведения работ средства. Это около 650 миллионов рублей. Провели необходимые конкурсные процедуры и на объект вышел другой подрядчик. Фирма имеет немалый опыт работы. Специалисты, организации, например, реконструировали Мурманскую филармонию. Для филармонии, безусловно, некой изюминкой, и вообще мы только об этом мечтали, стал орган. Здесь, может быть, каких-то вот таких принципиально новых в театральном искусстве трудно что-то придумать. Но уровень технического оснащения будет соответствовать вот, значит, к концу второго десятилетия 21 века. На стенах бывшего гардероба в фойе еще можно найти старые афиши. Их строители пока снимать не стали. Но в отличие от лестниц, витражей и мозаики, печатный раритет точно окажется на свалке. Впрочем, будущие зрители вряд ли об этом пожалеют. Их ждет совершенно новое пространство в холле и круглая сцена в основном зале, на которой без труда смогут разместиться 120 музыкантов Мариинского театра. Мы подготавливаем помещение к установке нового оборудования, подготавливаем его к прокладке инженерных сетей, выполняем комплекс работ по приведению его в соответствии с современными требованиями к доступности. То есть в нем будут располагаться и уже сейчас выполняются эти работы по устройству лифтовых шахт. А вот облик самого здания никак не изменится. Даже панно, как говорят работы самого Эрнста Неизвестного, останется в первозданном виде. Но за основным зданием вырастет вспомогательный корпус. В нем расположат мастерские и склады для хранения декораций. Мне иногда кажется, что очень много времени понадобится для того, чтобы привести все в порядок. И было так красиво, как мы бы хотели. Но я вижу новое фойе обновленным, зеркальным, в белом мраморе, торжественным. Абсолютно готовым к тому, чтобы зритель вошел и понял, что все-таки театр – это праздник. Театр не прекращал работу. Сейчас труппа выступает на сцене бывшего кинотеатра «Атлантика». Коллектив готовит к новому сезону шесть спектаклей. И пусть пока артисты смотрят на свой настоящий творческий дом с грустью, строители обещают, что большую часть работ выполнят к 80-й годовщине учреждения культуры. Юбилей драмтеатр будет отмечать в 2019 году.